Делай, что ты хочешь во мне Измени, измени меня и с ним Измени, измени меня и с ним Измени, измени меня и с ним Те, что ты хочешь во мне Те, что ты хочешь во мне Измени, измени меня и с ним 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 Делай, что ты хочешь во мне Измени, измени меня и с ним 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 Благослови по имя Иисуса Христа Боже Всего Пуще Учи нас, наш дорогой Учитель Благослови нас, наш любящий Отец Благослови Господь наш Бог и Царь Слава Тебе, слава Тебе, и Хрена. Слава Тебе, слава Тебе. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. В Слове Божьем говорится... Пославник Кринканам. Второе письмо Павла Кринканам. Пятая глава. Так, девятнадцатый стих, пятая глава, девятнадцатый стих, 2-й Кринканам, послание Павла. Написано, что Бог во Христе, Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дам им Слово примирения. Аминь. Бог примирил с Собою весь мир во Христе Иисусе. И Слово примирения уже звучит два тысячелетия, друзья. Это Евангелие. Вот это есть благовещение. Настоящее, правдочное благовещение. Благая весть всему миру и страдавшемуся, что Бог во Христе примирил с Собою весь мир. Не только отдельных людей, а весь мир. Слава Богу, друзья. Так вот, и приветствую всех, именим Господним. Вот, и приветствую, кто подключился там на Ютубе, онлайн. Вот, надеюсь, мои уже смотрят, уже подключились. Днем подключались на первом собрании. Сейчас уже здесь должны подключиться. Вот, и слава Богу. Так что привет вам и от моего семейства, от супруги, детей наших, внуков наших. Вот, и о церкви большой привет с Киева. Потому что я был эти дни в Киеве, во Львове, потом в Киеве. И вот во Львове у нас еще нет церкви, но молимся сейчас о церкви, о начале церкви во Львове. Слава Богу. Вот, и, а в Киеве, да, проходят служения. В следующее воскресенье уже буду у себя в церкви. Вот, и всю неделю буду там проводить встречи разные, семинары. Тоже, слава Богу. Так что, большой привет всем вам от Украинской, Реформаторской и Православной Церкви. От наших батюшек, матушек. Слава Богу, да. И за ручок. Вот, и эту неделю послужил здесь, в Кривом Роге. Вот, такая насыщенная такая довольно программа получилась, да. Очень разные собрания, очень разные. И в разных концах города. В центрах реабилитации послужил тоже. Вот, и Севгог, и, значит, там, Латовка. В разных местах, да. Так что, уже так немного знаю, так уже чуть. Узнаю все больше от Крива Рог. Он такой, да, Кривой такой. Очень большой такой. Да, слава Богу. Шафар такой. Вот, и слава Богу за вот это ваше собрание. С пастором посмотрели то помещение. Вот, знаю теперь о чем молиться. Об устройстве тоже, чтобы вы были уже в том большем облагозале. Слава Богу, чтобы, да, Господь да усмотрит все, все. И финансы, и материалы. Чтобы там было помещение такое приспособленное, достойное для собраний. Вот, слава Богу. Тем более здесь уже, и вам тесно уже. А тем более церковь будет расти. У вас там планы такие, ну, наполеоновские, да? Ну, Господь он больше, чем Наполеон. Знаете ли, да? Вот, даже сам Наполеон Бонапарт, он там читал его там из речения о Христе Иисусе. Он там восхищался Христом Иисусом, говорит, что надо же, говорит, я с такими армиями там на штыках там, значит, а он без штыков, без армий, значит, и весь мир покорил, завоевал. Вот, и потом Бонапарт написал, интересно, что на штыках можно много что сделать, но нельзя на них усидеть. Вот, а царство Христа, оно вечно, потому что основано не на штыках, основано не на зле, основано на любви, основано на нем самом. Он сам сказал потрясающе, что он есть путь истинной жизни. И апостол Павел только в первом письме в Коринфе, он писал Коринфянам, что никто не может положить другого в основание, кроме положенного, который есть Иисус Христос. То есть, это основание любви, основание жертвы, жертвы любви, слава Богу. Так что, дамы и господа, братья и сестры, действительно, это величайшее основание и фундамент верный, и сама стройка, весь этот храм святой в Господе, это и тело Иисуса Христа. Церковь Божья, это храм Божий, это тело Иисуса Христа. И главой церкви является сам Иисус Христос. Никто иной, как сам Иисус Христос, да. Он есть и фундамент, получается, этого храма огромного, и купол завершения этого храма, тоже сам Иисус Христос. Так вот, друзья. Вот, и как церковь повинуется, написано Христу. Павел пишет, интересно, что церковь, если это правда, что это церковь, да, истинная, то она чем отличается? Она повинуется Христу. Да, не наоборот. Вот, и Иисус, Он глава церкви. И я благодарю Бога всемогущего, что верующие, да, вот, христиане, независимо от того, какой церкви, там, какой конфессии, что отличает, да, повинуются Христу, повинуются Господу и действительно осознают главенство Иисуса Христа, Его верховенство, Его величество. Он Господь, Он Царь. Вот, и благодарю Бога за это. Эти дни я проводил семинар, как мы здесь, в Кривом Роге. Вот, кто был, кто не был. Вообще, кто был? Онлайн. А, онлайн, да? Слава Богу. Да, слава Богу за интернет, слава Богу, что и мои тоже смотрели, там, и из церкви, из Киевы тоже подсматривали, так, не все, так, но фрагментально. Вот, и, конечно, ну, я уже приеду уже в Киев, я уже там уже дам такой полноценный семинар большой уже такой, предпасхальный. Вот, но, знаете, друзья, конечно, самое основное, что хочу донести, вот, и хотел, и хочу донести, я заглавил местописание, весь семинар, и вообще всю эту неделю здесь, в Кривом Роге. А местописание, это из Евангелия Атеана, 8.32. Евангелия Атеана, 8 глава, 32 стих, где сказано, что Иисусом было сказано к уверовавшим в Него, ученикам Его, сказано было, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна, 8.32. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть познание истины приносит свободу. Познание истины дает свободу человеку. Истина, братья и сестры, дамы и господа, это сам Иисус Христос, никто иной. Да, мы знаем теперь уже, постепенно раскрывалось это в Новом Завете, но мы знаем, что истина в Иисусе. Мы знаем, что сам Иисус есть эта истина. Павел, извиняюсь, Пилат, помните, да, вопрошал, что есть истина. Вот, чтобы правильный ответ получить, надо правильный вопрос поставить, правильно его сформулировать. Он неправильно сформулировал вопрос. Надо было сказать, кто есть истина. И назови истинами. А истина это сам Иисус. Истина это сам Бог в этом мире, сущий, Он есть истина. Братья и сестры, благодарен Богу за эту Божью истину. Я скажу, что панацея такая для Церкви Божьей, это опять-таки истина в Иисусе, сам Иисус. Иисус говорил, что как Моисей вознес змеи в пустыне, так должен быть вознесен и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. То есть, получается, для исцеления Церкви, исцеления народа Божьего, как тогда было, в древности, во время Великого Исхода, так и сейчас. Это взирать на начальника веры, совершителя веры. Во времена Моисея это было лишь прообразом. Был сделан медный змей, да? Это было прообразом лишь Машеха, истинного Христа, помазанника. Но в наше время уже, друзья, сам Иисус, сам Иисус, уже не образы, уже не указания на Него, а Он Сам, сама истина явилась в этот мир. Слава Богу! Так что, друзья, ну вот это место Писания, с чего я начал сегодня, 2 Коринфянам 5,19, это Благовещение настоящее, что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Друзья, хотя семинар мой был вот именно, и тема моя эту неделю, я посвятил освобождению от религиозного культизма, но действительно, в чем, как бы, опасность, да, всякого рода ереси, заблуждения, оккультизма, в чем, почему я говорю об этом вообще, много говорю, потому что, вот, благая весть Божья, да, она, как бы, закрывается этим, как бы истина, она упирается в сторону, и от этого много беды. Понимаете ли, христианская церковь, по-настоящему, она должна являть истину, но если истина потерялась из виду, если истина в стороне где-то, то люди, вроде бы, христиане, да, приходят в церковь, да, но не знают правды, не знают спасения, мертвы духовно, вот, это печально весьма. Вот, и на самом деле, как паста вначале сказал, я действительно подписываюсь под этим тоже, что неважно, какая там одежка, одежка твоя, там, конфессия, динаминация, кто Духа Христова не имеет, тот и не его вообще, неважно, он там, какой рясе там, или там, в костюме каком он, сама начинка нужна, важна, сама суть важна здесь, сама суть, и, знаете, всякий рода религиозный оккультизм, я так понимаю, это попытка отвлечь людей от Господа, убрать взгляд в сторону, а от этого беда, потому что христианство, это Христос, да, я так рассуждаю, перефразировав Маяковского, можно так сказать, что я говорю христианство, подразумеваю Иисус, я говорю Иисус, подразумеваю христианство, то есть для меня, сам Христос, Иисус, это и есть христианство, убери его в сторону, уже это не христианство, знаете ли, все остальное оставь, там, ну что, религия, это религия все-таки, знаете ли, и в исламе, и в иудаизме, там, в разных других религиях, есть вещи и получше, и похуже, ну, в принципе, примерно то же самое, вот, но христианство, да, как религия, это не уникально, это, в общем-то, да и не спасительно, честно говоря, вот, можно всю жизнь быть в христианстве, но, как с гуся вода, вот, так и не познать Христа, Бога, но, первые христиане, допустим, да, первые верующие, наши старшие братья и сестры, у них не было ничего, они тоже собирались, вот как вы сейчас в подвалах, в катакомбах, да, в катакомбах, а мы зашли к распасному, думаю, точно, похоже на катакомбы, а вы, кстати, там особенно ремонт не делаете, вот, какой-то шар будет какой-то, знаете, да, хотя бы одну стилу, это будет, да, это будет, да, вообще-то, интересно, да, еще там, может быть, расписать, вот, под какие-то там катакомбные, какие-то надписи, думаю, в этом будет, такого оформления еще нет никого точно, в Украине однозначно нет, да, так что, но, друзья, конечно, самое главное, чтобы мы были не просто там внешне, как-то подражали первым христианам, а сама суть, что-то, у нас действительно та же, Христова, Христова, Христос, и личность, Александр Мень, покойный уже, вот, значит, реформатор такой был, в СССР еще, последние годы, особенно, да, потрудился он хорошо, в конце 80-х, и знаете, друзья, вот, действительно, он как раз очень метко говорил, что исцелением, такой панацеей для церкви является христоцентричность, когда Христос, он становится центром нашего внимания, как в числах было, да, что люди, укушенные этими змеями, они погибали, у них выход был один только, у всех этих укушенных, только взирать на это изображение огромного медного змея, вот, но там, в оригинале, скорее всего, там идет речь даже не об обычном змею, пернатом, будем так говорить, то есть, о херувимах, серафимах, серафе, серафе, вот, и, поэтому, просто в синодальном тексте нет этого, вот, в еврейском тексте там говорится не только об этих обычных змеях, поражающих роботников, недовольных, да, но и о сверхъестественных поражениях, там говорится о серафах, серафиме, а серафимы, они описываются в другом месте, как существа такие довольно удивительные, да, они двумя крыльями закрывают лица свои, двумя ноги, там, или хвосты, там, то есть, разные есть переводы, вот, значит, и двумя летают, вот, то есть, издалека это напоминает крест, действительно, поэтому, если все-таки ближе к оригиналу говорить, то, скорее всего, идет речь не об обычном змее, как себе обычно представляем себе, или же в рисуем в детских библиях, или иконах, картинах, скорее всего, идет речь там о серафах, вот, хотя точно не указано, что же сделал Моисей, значит, но в качестве поражения именно серафы были обозначены, потому что от обычных змей можно было еще отбиваться им до поры, представьте, если наползли там эти гадюки какие-нибудь, не знаю, не знаю, что там, кобры какие-нибудь там еще, от них можно было еще отбиваться, но попробуй отбейся, от сверхъестественного поразителя, попробуй обейся, от ангела, как говорится, против лома, да, нет приема, действительно, это невозможно, это сверхъестественный поразитель, вот, и, притом, изображения гадов были запрещены, чуть выше там, в исходе, описывается, да, в 20-й век, вот, а насчет ангелов нету такого запрета, даже наоборот, даже в других местах там есть указание, что херувимов этих ангелов, этих чеканной работы делали, ну, не для поклонения, не для почитания, а для оформления там, и, как бы, пророческих таких прообразований, как бы, так что, я, как художник, был очень сильно впечатлен этим, этой информацией, потому что я всегда пересчитывал про этих, ну, медного змея, думаю, что здесь не то, что-то вот, какая-то здесь тайна, когда стал оригинальный текст изучать иврита, то понял, здесь действительно для нас подсказка интересная, и я нарисовал такой эскиз, многофигурный, такой большой композиции, значит, где будет, вроде как змей не змей, но именно серав, шестикрылый, светящийся такой, светлый, на который падает свет, и, как бы, этот свет, он по всей этой, по всему полотну, как бы, расходится по этим всем фигурам, вот, и люди смотрят и исцеляются, а чуть выше, над этим серавом, там, так, со всем контуром, лишь чуть-чуть, гадательно, Голгофа, гадательно, там, как бы, указание на Новый Завет, на Машиаха, на Христа, который сказал, что он будет так же, будет распростерт, да, слава Богу, вот, ну, это пока эскиз, это пока еще эскиз, это еще не работа, вот, но, мне, как художнику, это было очень даже интересно, было, вот, и, но самое главное, самое главное, сегодня мы взираем на Христа, и это, не просто сделать портрет его, и смотреть, и любоваться, или же там, или носить крест, допустим, и смотреть, как вот, многие полагали, и я тут считал, что крест, он спасает, знаете ли, защищает, благоставляет, или крестное знамение на себе, раз, наложил, там, все, значит, вроде как, уже вот, вот это, спасительное, что-то такое приходит в твою жизнь, на самом деле, в Библии говорится, тот, кто вас, больше того, кто в мире, и говорится, что Христос вас, упование и слава, и говорится о том, что Бог, он посеряется в человеке, и пишет свое слово, теперь на сердцах человеческих, на сердцах человеческих, интересно, и как же нам быть-то, как я могу, трос свое осмотреть-то, как я могу я взирать на Христа теперь, размышляя, знаете ли, мы взираем глазами ума нашего, глазами души нашей, сердца нашего, то есть, когда я размышляю о Нем, о Христе, призывай Его имя, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, и это факт, это на самом деле правда, друзья, поэтому Иисус, 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 размышляй о Нем, призывай Его имя Святое, вот это есть действительно, ну, панацея, какой бы яд греховный, не действовал, в тебе или вокруг тебя, призывай имя Христа, призывай, имя Иисуса, Иисус, 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 и это, знаете, это, скажу так, универсально, это от всего, это действительно, это спасительно, для человека, спасительно, для каждого из нас, вот, а враг пытается сбить прицелы, чтобы как было там, вот, свадьба в Малиновке, по пандогула, да помните, бац-бац, и мимо, потому что прицелы сбиты, вроде как бы, что-то есть, а, нет попадания, слово грех, да, в оригинале, еврейском, еще можно перевести, как попадание мимо цели, то есть, вот, когда вот, бац-бац и мимо, это вот, это грех, это грех, вот, и, знаете, действительно, мимо цели, потому что, враг хочет, чтобы, ну, задурить голову человеку, и, потому что, когда мы взираем на Христа, то мы неуязвимы для зла вообще, для противника, который ходит, как рыкающий лев, еще кого поглотить, но он ничего не может, когда мы взираем на Христа, когда мы призываем имя Господне, когда мы во Христе, и Христос в нас, но если в сторону куда-то отводим свой взгляд, то тогда мы с вами все ездим и умеем, так что, друзья, взираем на начальника веры, совершителя веры, Иисуса Христа, слава Богу, аминь, 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 вот, ну, а по поводу религиозного культизма этого, я, да, я рассказывал на семинаре, и сегодня кое-что еще расскажу, еще примеры какие-то, да, расскажу, поделюсь, может, на вопросы ваши какие-то, не знаю, ответить тоже, потому что, я думаю, что не часто батюшка у вас бывает, вот, вот, и, значит, и готов ответить тоже, как-то, давайте, вот, 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 как думаете, вот, что, что касается религии, да, что может отвлечь человека от Христа, от Иисуса, вообще, что отвлекает от Иисуса, вот, 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 видите, суета, суета, да, суета, это точно 100%, потому что, это, да, это всех отвлекает, ну, да, это сорняки такие, да, сорняки, которые заглушают добрые семя, которые Бог всадит в наши сердца, вот, это, это беда на самом деле, поэтому, да, надо вырываться из суеты, да, время в времени прополку делать, огорода своего сердца, своего разума, чтобы суета, не дай Бог, там не проросла, знаете ли, да, что еще? Традиции. Как? Традиции. Традиции, да, традиции. Традиции разные бывают, хорошие, плохие, но даже самая хорошая традиция, когда она становится, ну, просто формой, без содержания, то, да, она, даже самая хорошая традиция, она уже мешает человеку. Знаете, это как, в 97-м году я приехал в Украину первый раз в своей жизни, да, я родился и вырос, и жил всегда в России, вот, и Украина стала моей второй родиной уже, в конце 97-го года, начало 98-го, вот, мои первые переживания, мои первые знакомства с Украиной были. Я приехал во Львов, первый город, да, Львов, мистер Лево, вот, и приехал в Украину я по приглашению католической церкви, вот, я протестантов никого не знал просто в Украине, я потом уже стал знакомиться уже, вот, а поначалу знал только католиков, но опять-таки, как знал, даже не с Украины, а со Словакии, со Словакии, и отец Йозеф Гунчака, со Словакии, и потом еще польские священники, вот, они порекомендовали мне приехать, ну, вначале я в Минске был, в Минск приехал, к Отцу Сергию Шугайку, значит, а потом от Минска уже во Львов, получается, так вот, такой маршрут у меня был, и во Львове, я, значит, две недели там, гостил у одного интересного человека, Любомир Бузер был такой еще жив, он был тогда помощником кардинала, в этой католической церкви, вот, я православный диссидент, тогда я уже вышел уже из традиционного православия, я в 96-м году вышел по идейным соображениям, из традиционного православия, вот, и общался в России с протестантами, и с католиками, подружился с священниками, и вот благодаря вот знакомству с священниками этими католическими, вот, я оказался вот через Минск, оказался во Львове, в Украине, вот, слава Богу, что было правильное знакомство, знаете, у меня, вот, через Любомира Бузера, через его, как бы, сердце, его, не знаю, душу, да, я полюбил Украину, вот, как раз через, очень, ну, он мне открыл, как бы, Украину вообще, он мне открыл Украину, я, не знаю, это, очень странное чувство, конечно, вот, но, я сейчас не о том, а о традиции, самая для меня удивительная традиция, которую я тогда узнал, во Львове, как здоровка, в Украине, слава Иисусу Христу, я отвечаю, там, наведите слава Богу Святому, да, я ж вообще не знал, я, вот, и, значит, и иду себе по улице, батюшка там, да, по незнакомой улице, да, вот, и, и кругом это вот, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу, думаю, да что, вообще, так интересно, вот, чудно это было для меня вообще, я, я такой, здрасте, здрасте, никогда для Сергея не был так близок провал, даже влачащийся за этот парашют не удавал так, как здрасте, одним словом, я, ну, я оздоровался просто, ну, мне понравилась самая идея, думаю, здорово, вообще, ну, ну, чтобы я так жил вообще, утром в городе, там, на замесе матюков, замесе чего-то еще, люди между собой еще, слава Иисусу Христу, да вообще здорово, вот, одна бабушка меня отозвала, батюшка, можно вас, пожалуйста, что случилось, я вижу его неместное, я говорю, ну, да, первый раз, вот, она мне проинструктировала, что не надо, здрасте, отвечать надо, слава и наличие Богу Святому, поняли, ну, спасибо, мне ответ еще больше понравился, даже, здорово, прекрасно, я уже сам уже, даже на опережение стал, так здороваться и отвечать, вот, и, ну, я, конечно, понимаю, что для многих, это просто традиция, знаете, просто традиция, вот, там, идут там с сигаретами, с пивом, слава Иисусу Христу, ну, как бы, батюшка, все, вот, ну, понятно, что, ну, традиция разная, вот это хорошая традиция, хорошая, но если ее лишить содержания, если не знать самого Иисуса Христа, то, ну, получается форма, внешняя форма только, хотя хорошая форма, хотя хорошая, знаете, пусть и вот, и в кривом руке, там, и, значит, и вообще так по Украине славится, имя Иисуса Христа, действительно, это прекрасно вообще, когда вот так вот здороваются, я думаю, значит, ну, как бы, надо же кому-то насаждать, традиции хорошие, вот, ну, а кому как неверующим-то, вот, от неверующих не дождешься такого, знаете ли, таких традиций, вот, и это хорошая традиция, но традиционализм вообще в целом, да, чем он опасен, потом я общался там тоже во Львове, там с разными тоже, и священнослужителями, вот, они как говорили, что примерно так, что вот, вроде как славится имя Иисуса, да, но за внешней религиозностью далеко не все, вот, ну, знают Бога, далеко не все, вот, люди спасенные, сначала я первый день хожу, там я думаю, надо же вообще это, я на небесах, или я на земле вообще, думаю, вот это да, вот, все славят Иисуса Христа, думаю, вот это да, думаю, вот, но, понимаете, кстати, сейчас я был во Львове недавно, как-то вот, уже нет вот этого, то есть, мало, редко стали, а тогда в конце 90-х, прямо вот, вот все, все, куда бы ни зашел бы, кафешку, там они между собой даже так здоровились, а теперь как-то, как-то, надо как-то это, Львовян, так, не знаю, пробудить, как-то, да, пробудить, вот, да, да, тогда может еще как бы так, живо было у них еще все это, вот, видите, хорошая традиция, они бывают забываются, плохие, они как сорняки, репейники, прилипнут, значит, и попробуют от них отделаться, вот так вот, а чему-то хорошему, надо вот сложнее приучиться, но самое главное, конечно, вот сила, сила традиции в чем? Сила, наверное, в том, что, в городе не так это сильно заметно, хотя тоже заметно, но особенно вот в небольших поселках, в селах это очень сильно заметно, это боязнь, вот, что тебе скажут люди там, да, что подумают там, вроде как, допустим, например, праздник там, или это там, надо что-то делать, или наоборот, не надо чего-то делать, вот, но на самом-то деле, традиция, традиция розни, да, тоже, вот, что еще, вот, о каких традициях знаете вообще? Крещение детей, ну, это не традиция, это уже даже не совсем традиция, ну, хотя, не, хотя традиция тоже, тоже традиция, да, ну, да, 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 вот, и, Крещение детей, это называется педобаптизм, да, тоже, да, традиция, вообще, есть баптизм, есть педобаптизм, вот, христианство, оно все так вот, условно можно так поделить, на два таких вот направления, вот, я был тоже, как педобаптистом, получается, да, потому что я был священником традиционной, православной церкви, московского периархата, и, да, педобаптизм был, получается, я крестил младенцев, детей, и не только, педобаптизм называется не только крещение младенцев, детей, но даже и взрослых крещения, но если без просвещения, без научения, ну, знаете, вот просто вот в силу, там, традиции, именно, да, религиозности, вот, ну, как бы, вот надо, допустим, надо, вот, или такой, первобытный позыв есть такой вот, к Богу, да, вот, а что, к чему, толком, вообще, ничего не знает, вот это тоже педобаптизм называется, а баптизм, то уже, именуется, отношение, такое, серьезное, христианское уже отношение к хрещению, то есть, как именно, и спрашивание у Бога доброй совести, и обещание у Бога доброй совести, то есть, именно, акт сознательной веры уже, осмысленной веры, вот, и в 96-м году я, в общем-то, распрощался с педобаптизмом, и, значит, стал баптистским пастором, таким, получается, батюшкой, баптистским батюшкой, был педобаптистским, стал баптистским, вот, вот, и, ну, да, много других традиций, отпевания умерших, вот сестра назвала, но тоже, молитва за мертвый, ну, когда мертвый, что он как-то, за покой, да, за покой, тоже, это и традиция, и не традиция, и, потому что это еще и учение церковное, знаете ли, но есть традиции, конечно, есть народное православие, которое гораздо более такое, даже такое, колоритное, чем церковное, вот, там батюшки, особенно на приходах в селах, там за голову хватаются порой, знаете ли, у меня там, к примеру, были разные села, в Рязанской области, где я был священником, там, в 91-м году, значит, последние месяцы Советского Союза, я служил на приходе сельским батюшкой, и так получилось, что там было сразу несколько сел, разных очень сел, вот, молодой священник, я служу, как я знал, так я и служил, а там, что ни село, то своя традиция, притом, так получилось, там, три больших села, вот, основных было, моих, значит, они прямо, недалеко друг от друга, и во всех трех селах, вот, три разных обряда, три разных традиции, и касательно, похорон, и касательно, там, панихид, и всего, 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 одно село, ну, так, условно его, так и называли, как помещичье, когда-то помещик там был, даже, было место, показывали, где там усадьба, стояла когда-то, при царе, еще батюшке, одно было государственное село, а третье было монастырское село, вот, и они все рядов эти села, и у них разные совсем воззрения, ну, там, ну, начиная с мелочей даже, там, крест ставить в ногах, или в голове, допустим, вот, я уже, начать, думаю, у них свои, там, забубоны какие-то, вот, батюшка идет впереди, или сзади, значит, там, или, ну, одним словом, поешь так, или сяк, ну, везде свои традиции какие-то, вот, и в одном селе, там, на перекрестиях нужно, на каждом перекрестии нужно становиться, иначе, там, народ обидится вообще, вот, а на другом, в другом селе, Богородицком, где был, там вообще-то не знают, не, не хочу, какие остановки, идем прямо на кладбище, все туда, прямо там уже, вот, в Озерках, там, село в Озерках, там, там вообще, там, целая церемония вообще, там, перед входом кладбища, там, значит, двери запираются, значит, потом перед тобой открываются, там, значит, там кланяются люди, значит, там, родственников приветствуют, значит, можно заходить, ну, короче, там, три притока, три прихлопа, значит, все, Все шаги уже прописаны И я уже В другом селе Самое чудное Монастырское было село Там вообще Николай Васильевич Гоголь Да, да Диканька-то отдыхает, конечно Там такое было вообще Там поминальные Там всегда Отдельный прибор для умышлевства ставят Но там настолько все серьезно И тебе, значит, на скатя Наливают водку И родственников приглашают от обеда И, значит, там всех Думаю, вау Фильм ужасов только наяву И, знаете, много всяких традиций Разных Кстати, да, я молился за упокой Много Я любил это дело, мне нравилось Дело в том, что у меня тоже полно За кого было молиться Умерших-то Вот И я из семьи Потомственных Там Неверующих Атеистов Вот И не было за кого Я так полагал Молиться Вот Поэтому я относился к этому С энтузиазмом Будем так говорить Да, с инициативой Но В 96-м Разочаровался в этом В этой практике Вот И в народном православии Касательно умерших Вот И в церковном Религиозном православии Потому что Истина Когда Слово Божье Приходит в жизнь То Истина Освобождает И Знаете, что у меня Созрело такое Четкое понимание Тогда В 96-м Что Я призван Как христианин Молиться за живых людей Я призван Молиться за живых За умерших Лишь Есть в Библии Один пример Молитв Образив Да, это молитва За воскрешение Недавно умершего человека Да Значит Вот Да, самый там Удивительный случай Описывается в 11-й главе Иоанна Где там Лазарь уже смердил Уже был Четвертый день Уже был Вот И все Как бы Других случаев Не предусматривается Вообще То есть Умер человек Ну похоронили Вспоминаем Добрым словом Конечно Да, это хорошо Все Вот Но Вот Вымаливать Нет Это не наше Это не христианское Знаете И вот И я этого яснил Для себя тогда В 96-м году Это тоже одна из причин Почему я тогда вышел Из традиционного Православия Почему я вышел Их несколько было причин Ну Одна из них Вот И педобактизм Ну Я расчаровался в том Чтобы Вот Преститут Младенцев Уже как бы Ну Ни к чему Знаете ли Ну благоставлять Да Я относился уже К этому Как благоставение Но Это не крещение Ну В буквальном смысле Слово этого Вот Крещение Нужно быть Смысленным Сознательным Вот Даже если взрослых Крестить Я полагал Надо Вначале Обращение Вначале Нужно Ну Покаяние Вот именно Научение Да Значит Оглашение Как раньше Называлось Православие Оглашение Вот И Вот Понимаете ли И тоже Молитва За упокой Раньше молился А потом Не знаю Как-то Оно само собой Знаете Вот Отшелушилось Просто Отшелушилось Отпало Само собой Хотя Ну В личной Молитве Я имею ввиду Индивидуальной Молитве По мере того Как Слово Божье Возвращалось В мою жизнь Да приходил В мою жизнь И истина Освобождала Меня Но В церковной Молитве Я как священник Как настоятель храма Я обязан Приходя в храм Конечно же Заупокойно Все эти молитвы Читать Ну Мне это уже Не нравилось Я уже стал Раньше Я стал делать то Что раньше Все время Наоборот Осуждал В других священниках Я стал сокращать Эти службы Все Но не по тому Что мне было Лень Читать эти молитвы А потому что Я не хотел Уже их читать Просто потому что Я уже не верил В то что можно Помочь умершим Вот Хотя я Еще там Что-то спел И что-то читал Конечно Но Я относился К этому так Уже так Философски Думаю Ну я кое-что спою Но это Мертвому Конечно Это как Поздно пить боржом Как говорится Да Как мертвому Припарка Но Живым Может помочь Ну По крайней мере Кого-то утешит Да А с другой стороны Я имею возможность Кому-то что-то сказать Слово Я старался Каждый раз На этих службах Заупокойных Там Насчет Возле канона Все время Что-то там Сказать Такое Царство небесное Пожелать Обычно мы Поконникам Желаем Умершим Но Теперь я Пересмотрел Теперь я хочу Живым вам Желать этого Царства Божьего Принятия свершения Отпеваю Каждый раз Там уже Умершим Вот так и так Вот мы сейчас Совершили службу Такую Значит Да Наши служения Но В общем-то По совести Ему уже Как бы Это Никак Не помочь А вот Для вас Это все Очень важным Является И обычно Какие-то истории Такие рассказывал Чаще всего Про богача Пролазая Что-то такое Душущипательное Чтобы Проняло Человека Вот Значит И Но все равно Рано или поздно Сколько веревочки Не виться Я понимал Что Оно К кому-то К чему-то придет Все это Ну и Самое основное Конечно даже не это Самое основное Было другое Самое основное Это все еще полбеды И как бы С этим можно было бы жить И До сего дня Служить бы и нормально Все было бы Понимаете ли Вот Принюхался бы И как бы И нормально Но дело в том Что Гораздо более серьезные вещи Вот Они встали На повестке дня А самые серьезные вещи Это вот вопрос О чем я на семинаре говорил Как раз Здесь В Кривом Роге В эти дни Проблема многобожия Вообще Как таковая То есть молиться Кому молиться Зачем молиться Вообще Как молиться Знаете ли Я четко Понял для себя Что я Не буду молиться Больше никому Вообще Только Богу Все Вот Все Знаете Притом Настолько это было Что как В украинском Есть слово такое Грубовато Немного Обрыдло Уже все Это так досталось И уже что Я понимаю Что Это уже Я не смогу Больше Делать Потому что Я раньше молился С превеликим удовольствием Кому я только не молился Вообще Вот Насчет И Марии Матери Господа Иисуса Христа Называя ее Благородицей Царицей Небесной И прочими Этими Богохульными Титулами Которыми Ее наделяет Официальная церковь Я уже не мог Мой язык уже не шевенился Просто вообще Вот При матери Называть ее Царицей Небесной А раньше я молился И Притом От всей души молился Так что часто Со слезами И все Прошибало Что значит Что да Она же Матерь Бога Вышнего Неима Молитвы по-русски Примерно так звучат Что Не имеем Мы иной надежды Иной защитницы Кроме тебя Владычица Ты нам помоги На тебя надеемся Тобой хвалимся Твои мои срабы Да не постыдимся Вот Это из ежедневных молитв А из таких Специфических молитв Там еще более Откровенные Такие Молитвы То есть Там Моли Она все Она все И во всем И для всех Все И вся Всех скорбящих Она и радость И прочее Прочее Понимаете ли Я потом жил Я в этом горел Со всем И жил Но В девяносто шестом Все это Просто Ну Расчаровался В этом всем Знаете Когда Бог Он становится Для тебя доминантой Все остальное Отшелушивается Все Все остальное Вот знаете Просто как вот Как шелуха какая-то И я Очень быстро понял Не знаю Буквально Какие-то недели прошли Я вдруг Похватился Так интересно Помню как-то Так Нечаянно Так подумалось Мне Стоп А я же уже Какое-то время Я же не молился Ну лично Индивидуально В смысле В молитве В Келейно Как в православии То есть То есть как бы Много было Серьезно Много было В моем храме Где я был настоятелем Там даже была Целая стенгазета Я повесил Целую стенгазету Большую такую От самого входа До трапезной И там Много секций Было Этой газеты И Все это было Обозначено Такими словами Какому святому В какой нужде Молиться То есть Человек идет Себе Заходит в храм Значит Перекрестился Зашел Все Вот значит И И читает Там 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 Нужд было немерено И все Столько ответов Но Понимаете Да И такие брошюрки У меня продавались В храме Я стал потом Их называть Пособиями Для начинающего Многобожника Они так и назывались У меня Да Я их называл А так Они На обложке Написано было Какому святому В какой нужде Молиться Вот И знаете Вот в том же Девяносто шестом Когда Библия вернулась В мою жизнь Я Понял Даже не сразу Сообразил Даже Просто потом Стоп Я же Точно Я же лично Обращаясь к Богу Я уже не молюсь У меня уже Никакого даже Не знаю Позыва Внутреннего Нету Кому-то на стороне Помолиться Вообще Оно мне надо Вообще не надо Мне это все Зачем Для чего Вот знаете И Но приходя в храм Где был настоятельный Я все равно обязан был Конечно Я стенгазету тому Тут стенгазету позорную Снял Вот Значит И Значит Как бы Думаю Как страшный сон Какой-то убрать Его просто подальше Вот Значит И Стал максимально Там Как бы О Христе О Библии О Слове Божьем Вот И Народ-то Заволновался Что-то не то Вот Да Мне потом староста Моя рассказывала Значит Там Одну бабушку Привезли С другого села Она была слепая Но Ух Востро Слух такой Что Вот Значит И Она все слышала Все сканировала И Вот Значит И Такое Вот Было Такое Резюме Бабушкам Там На их Жан-совете Там Она Значит Сказала Так Что А батюшка Вахш Штунда Ах Штунда Он же батюшка Он бряся Ты же не видишь Что он бряся Бряся С крестом Я не вижу Но все слышу И Она сказала Я еще была Девчонкой Совсем еще Меня там Штунда Заманили Короче На какое-то Собрание Он тоже Самый Говорит Вот Что они Говорили Тогда Еще в те 20-е Годы Далекие Вот он То же Самый Говорит Так Что Батюшка Штунда А мне Старостно Передало Вот так Представляете Ваши Штунды Называют Все И Думаю Ну что Делать Ой Ладно А кстати Ну я же тогда уже Ну они знали Что я уже С кем там Снюхался Вот Да Я же там уже Познакомился К тому времени Там С Церквями Уже С Песятниками Баптисты Песятники В основном Мои товарищи Были уже Вот Значит Адвентисты И Харизматы О Вот Четырех разных Даже Таких Очень разных Верующих Значит А первый С кем познакомился Вообще Это был Песятник Он Очень Очень Интересный Брат Он Сейчас Пресвитером Является В городе Сураж Брянской Области Григорий Тельных Очень Хороший Брат Я Очень Люблю Его Вот И Интересный Очень Человек И вот Я с ним Он Первый Протестант С кем я Познакомился Так вот И Пообщался Побеседовал По душам Вот Но я не знал Что он Протестант Конечно Если бы я знал Я бы не общался Б с ним Не ну серьезно Потому что Поначалу Я же Жил в своей Верии Знаете Я верил Что Православие Только лишь У нас Только в православии Только является Благодать Божья Только лишь У нас Спасение То есть Я Жил жизнью Такого Православного Сектанта Вот Я реально Жил как Сектант Я считал Что только лишь Дух Святой Только лишь У нас Дышит Вообще Вот Я по сути Отказываю Ему в праве Быть Личностью Знаете Как будто бы Это вот Джин Попавший В лампу Вот Мои конфессии Вот И которые Зависят От наших Обрядов Как вот Потирание Этой лампы Там Из-за пленания Никаких То есть Он Пониматель Невольный На самом Деле Никогда Дух Святой Не будет В подобном Таком Глупом Положении Совершенно Несвойственном Нему Положении Он Личность Величайшая Личность Во Вселенной И он Не позволит Быть Знать или На побегушках Даже У той Золотой рыбки То ума Охватило Знать или Хвостик Вильнуть И уплыть В синем море Когда Зашла Речь О том Чтобы Она Была На посылках Знаете ли А тем более Если нам Говорить О Господе Он Никогда Не будет На посылках Он Никогда Не будет Таким Он Глава Церкви И он Не Знаете Вот Тоже Касательно Семинара Свободы От Религиозного Культизма То Действительно Иисус Он Не будет Никогда Подкаблучником Церкви Он Не будет Под церковью Это Знаете Как Говорят Муж Говорит Я Глава Глава Жена Говорит А я Шею Хочу Головой Горчу Иисус Такой Не будет Не Вот Значит И он Либо Глава Либо Никто Либо Господь Либо Никто Вот 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 Он Такой Интересно Его царство Королевство Да Он Не свадебный Генерал На Перу Нашем Не Не просто ради почета Посаженный Где-то там В президиуме Знаете ли Ради имени Нет Нет Он Не ради имени Там сидит Вот И он главой церкви Является Не ради того Чтобы там Показаться Похвастаться Нет Он Он Действительно Глава Глава Церкви Христос Вот И Церковь должна Ну Дружить Главой Вот Да Действительно Слушаться 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 Вот Так Дамы и Господа Да Вот А с тем Григорием Я когда познакомился Ну Он Сам Себя Так Немного Сдал Так Чуть Он Процитировал Что-то Там Из писаний Ну Я сразу Понял Что Не наши Ведь Наши люди Библию Не читают Думают Что это Даже Если Будешь Ну Так Смех Вот И Знаете Я Как бы Значит Я ему Григорию Говорю Ну Вы Христианин Да Я Конкретизировал Православный Ну Он Сказал Что Он Песятник Там Ой Я Короче Одним словом Мы с ним Там Ну Я Я с ним Даже Больше Говорил Вот И Потом Обменялись Смолитературой Вот Подрывной Такой Я ему дал Православную Почитать Он мне дал Свою Там Протестантскую Вот И Я даже Кстати Потом не спросил Читал ли он Мою книгу Потому что Именно Мы были в разных Просто весовых Категориях Получается Вообще Это Вот Это как против Усика Вышел бы Допустим Просто Какой-то Дворовый Там Местный Авторитет Ну Усик Чемпион Там Видно Вот И Знаете Значит Его А Да Телефон Лучше Включать Да Вот И Его Книга Она Произвела Такое Сильное Впечатление Именно Вот Эти Проповеди Это были Проповеди Эрна Штегина Людмила Плет Время Начаться Суду С Дому Божьего Книга Называлась Вот Она Меня Как раз Библии Назад И Потолкнула Как раз Именно Библии Она Меня И направила Эта книга Вот Это Очень Очень Мощно Для меня Это Стало Очень Сильным Свидетельством Таким А потом Уже Когда Библия Божье Слово В жизнь Приходит Человека Все Остальное Оно Ну Не знаю Само Собой Происходит Уже Истина Делает Людей Свободными Истина Божьего Слова Делает Людей Свободными Поэтому Когда Человек Доверяет Богу Когда Человек Любит Господа Читает Его Слово Вникает Позволяет Этому Слово Освобождать Его То Чудо Происходит Всегда 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 Я в этом Много раз Убеждался Ну и По своей Жизни Тоже Я скажу Что Я удостоверился В этом На все Сто процентов Что Так оно И Истина Делает Людей Свободными Да И По поводу Многобожия Ну Я Расчаровался В этом Я понял Что это Вообще Зло Вообще Когда человек Молится Кому-то Еще Помимо Господа Ну В Ветхом Завете Недаром Бог Обличал Израиль И Сравнивал Это С супружеской Неверностью Называя Блудницей Народ Свой Когда Ситуация Была Такая Что С одной Сторон Израиль Не забывал О Создателе Своем Конечно Помнил Всегда Бога Авраама Исаака Якова Но Начинал Молиться Кроме Господа Еще Кому-то Еще На стороне Богам Другим Глаза Всенегущего Бога Это Было Как Нарушение Супружеской Верности И Было Обличение Израилю И Призыв Вернуться Вернуться К первой Любви Своей И Первая Заповедь Когда Бог Вывел Из Египта 3331 Год Там Назад Да Вот То Значит Было Сказано Что Я Господь Бог Твой Который Вывел Тебя Из Земли Египетской Из Дома Рабства Да Не Будет У тебя Других Богов При Лицом Моим Аминь Удивительно Удивительно Да Ну И Вторая Заповедь Она Схожа Они Очень Ну Близки Да Это Идолопоклонство Запрет Идолопоклонства Знаете Даже В отношении Креста Допустим Да Насчет Там Или Чего-то Еще Другого Я Носил Кресты Именно Как Идолопоклонник По сути Сейчас Охо Знаки Моего Служения Не Больше Вот Но Тогда Было Иначе Я